всем привет на канале sound illumination сегодня хотелось бы поделиться с вами опытом носки обуви фирмы hyx а именно это кроссовки модели black и джилл 10 мид я уже их ношу на протяжении больше года если быть точным это год и три месяца и в принципе есть уже что сказать по этой модели и из плюсов и из минусов скажу сразу обувь мне не понравилась конкретно тем что износа не стойкая обувь то есть как видно на видео вот этот материал который как бы там кожзам или как он называется вот он начал лопаться потом он начал лопаться буквально там через месяц через два после того как я их начал носить и с этой стороны и с этой стороны как видно то же самое здесь есть вот и вот такой материал я уже знаю на других моделях в принципе он довольно таки долго еще после этого держится даже после того как потрескался но уже это вот скажем так неприятно потому что изначально я вообще одну обожествлял эту обувь думал что она просто напросто неубиваемая и все остальное но она слишком быстро год и вот такая вот ситуация но это еще тоже не самое главное обувь начала отклеиваться при том по всему периметру вот подошвы начал отклеиваться вот это сейчас я уже заклеил это уже в обувной профессиональная попросил чтобы мне поклеили при том обувной сказали что смысла уже них влаживать деньги нету но я все-таки сумме их выкидать сказал поклейте уже там поношу посмотрю вот они их поклеили и не знаю надолго хватит или ненадолго но даже если я неправильно за ними ухаживал и из-за этого вот этот вот материал начал портится то я не понимаю почему конкретно начали отклеиваться подошва от колодки я вообще не могу понять вот это вот на самом то деле очень такой серьезный минус этой обуви и здесь и здесь то есть начал отклеиваться вот здесь вот не не доклеил человек сейчас я покажу вам вот видно если видно вот на видео вот тут вот начал уже отклеиваться тоже если в принципе интересно по износу подошвы обувь показала себя довольно таки неплохо износ есть как вы видите то есть есть стерлась но не глобально то есть носить можно было бы еще и носить как видно довольно таки большой слой резины толстый и в принципе вот этот вот износ он есть но не скажем так не критично и эту обувь можно было бы еще носить но я не знаю как себя вот это вот покажет по поводу вот и вот этих всех износов еще одно может быть я неправильно ухаживал за обувью может быть как мне сказали консультанты в магазине милитарист где их покупал я их неправильно эксплуатирую потому что обувь предназначена для весеннего весенне осеннего периода а я носил их и зимой вот может быть из-за этого может быть еще куча причин там почему так но это не оправдывает вот данный износ так как обувь заявляет себя позиционирует себя как специально создана для людей с экстремальными профессиями то есть для людей там спасателей полицейских там силовиков пожарников она должна ну по моему она должна быть более износостойкой даже если за ней там конкретно не ухаживать понятно что если в этом турист в этом раз там в полгода взяли эту обувь там одели пошли там в горы или там в лес полазили потом пришли там обработали всема там видами разных там средств для обработки которые стоят дороже чем данная обувь даже вот поставили их там специально там как один правильно они там сушатся там все там изнутри и сверху то понятно что как бы это существенно продлить их не их не носку ну так смысла такой обуви стоит на них молиться получается ли что не хотел на самом-то деле вот так вот слишком негативе как-то так она сама по себе получилось не все так плохо на самом-то деле есть и позитивные стороны могу сказать сразу что на протяжении года когда их носил я ими очень доволен вот по единственное что износ в остальном обувь просто отлично себя зарекомендовал она действительно вот очень мега просто удобная она на всех вот видах покрытия где только в них не был скажу так что я эксплуатирую очень агрессивно максимальную функциональность так как работаю кинологом постоянно с собаками постоянно на разных видах местности то есть и на асфальте и в лесу и там на песчанике на разнообразнейших там покрытиях вот дорога внедорожье то есть везде их тестировал довольно таки отлично себя показали нигде никогда я там ногу не травмировал не вывихнул ничего там не проткнула ее как бы все действительно хорошо в этом плане очень удобная колодка просто мега удобная в них нога вот сидит просто как ну как босс его обувь реально дышит вот действительно отводит влагу от ноги потом конечно вот когда вы приходите домой если вы особенно там слишком мне бегали слишком там нога потела не обязательно вытягивайте стелечки и сушите потому что влага выводится вот сюда на вот это вот ну внешнюю как бы сторону и здесь вот она копится если вы не вытягиваете то есть она тут вот не сохнет и она а там ну как бы застаивается там запах скапливается не очень хорошо по поводу гортекса тоже довольно таки неплохо себя показал не промокала обувь там специально ходил в разных там лужах из-за того что вот здесь сетчатое покрытие когда вот сюда холодная вода попадает такое впечатление будто все она сразу потекла обувь сразу промокла но это просто из-за того что вот резкий там передача температуры идет нога сухая постоянно и это хорошо скажем так тоже носил там до минус 10 тоже комфортно было понятно что если вы стоите на одном месте ни одна из обуви повторюсь уже ни одна из обуви температуру долго не будет держать все равно нога будет остывать и вы начнете мерзнуть это любая обувь какая бы она ни была там валенки не валенки и все остальное но если в ней двигаться в принципе при минус 10 довольно комфортно чувствовал вот это тоже большой довольно таки плюс очень удобно в плане того что шнуровка вот ну шнуровочка действительно быстро быстрая шнуровка система стоит быстрой шнуровки то есть долго искать вот тут вот шнурочек взяли стянули по всему периметру сразу затягивается обувь хорошо равномерно там как бы проходит затяжка смотали как вам надо положили в язычок сразу оговорюсь есть маленький минус этого тоже что мне не понравилось то есть когда вы вот сюда вот спаковали не будучи за шнуровать все это чтобы там не затягивать видео вот в этом допустим сложили сюда бантик когда выходите нога постоянно вот сюда вот выдавливает язычок и вот он вот такой вот то есть вот постоянно так хотелось бы конечно чтобы она вот так вот было но почему-то шнуровка держит вот только до этого места а вот здесь вот язычок вот так вот вылазит еще раз покажу вот и соответственно если там допустим снег то вот сюда вот он может нападать не очень тоже хорошо ну принципе можно с этим что-то придумать там допустим резиночку когда дополнительную делать или еще что-то но когда вы шнуруете язычок полностью по всему периметру шнуровка не придавливается это есть второй момент шнурки как вы видите вот я уже их связывал перетираются вот этими пятерками они реально перетирались у меня два раза я уже их там разрезал связывал сплавлял вот и они уже существенно у меня стали короче чем были изначально первый раз они перетелись буквально вообще через месяц носки буквально через месяц первый раз потом там чуть больше не поддержались на 5 перетерлись сейчас посмотрю ну вроде но я недавно их буквально перевязал но еще пока не видно где они что они подтираются но видите да вот есть чуть-чуть уже видно тоже скоро как бы опять порвется то есть вот эти петельки то ли они то ли это шнурки такие слабенькие что постоянно перетираться не знаю попробую следующий раз паракорд сюда поставить за мишнурков посмотрим как он себя будет вести в остальном ну по поводу износа тоже вот подошвы показал вот такой вот износ чуть-чуть вот единственное здесь отслоилась это не критично в остальном в принципе здесь показываю тоже вот такой вот износик принципе нормально выглядит очень хорошо ну понятно что здесь чуть-чуть терлась но это такое не глобально вот самое главное даже не вот это вот это вот еще ничего страшного она еще этот материал еще будет держаться в этом плане там закрашивать и маркерами че страшного не будет такие вот ну как бы трещины там все остальное это ничего а вот то что она постоянно отслаивается именно колодка от подошвы то есть клей вообще как бы не держит вот это вот самый такой минус не знаю может мне такая пара обуви попалась может быть я реально неправильно за этой обуви ухаживаем и еще раз повторюсь который раз обувь которая создана для экстремальных каких-то там для экстремальной носки должна быть более износостойкая как низ так и вверх все клея все это дело если хайк заявляет что они вот такие крутые дело для экстремалов обувь будьте там добрые там используйте какие-то качественные материалы там склейки и все и верха и низа и всего такого вот так вроде все сказал если будут вас какие-то дополнительные вопросы по поводу как себя обувь вела пишите в комментариях на все вопросы обещаю ответить если кто-то интересуется данной моделью или вообще данной фирмы если бы сейчас мне опять бы сказали вот как я там год назад там чуть больше года назад их покупал мечтал просто купить эту себе обувь и их купила такой мега довольный был если бы мне сейчас сказали вот есть обувь покупаешь ну и уже зная как себя повела обувь честно сказать я бы еще раз купил мне в принципе вот в плане того насколько удобно себя чувствует здесь нога и насколько они вообще круто выглядят насколько как бы я в них уверенно себя чувствую вот при любой там плюсах минусах там мне намного больше там вот в этом плюса чем то что там они там ну там вот износились на довольно таки быстро хотелось бы конечно чтобы они хотя бы два года чтобы они через два года вот так вот выглядели но это не так кому бы я мог бы сейчас уже с опытом использование этой обуви посоветовать это людям у которых есть деньги и они как бы хотят купить удобную качественную обувь то есть если допустим в этом скопили еле-еле там те три тысячи гривен и вот думаете что купить там тогда ну может быть еще посмотрите если же в этом не сильно скованный финанс финансах там ну и для вас там не критично в этом можете себе позволить раз там два года покупать обувь такого вот плана рекомендую купить поносить попробовать посмотреть в любом случае ну очень мало людей будет использовать так агрессивно обувь как я ну я не то что там себя хвалю но действительно как бы обувь я не жалею и не сильно там ухаживаю лелею после того как поносил вот помыл водичкой поставил на следующий день отдел опять погнал как бы и с утра до вечера я постоянно в ней не так что там вышел с дома сел машину вышел с машины там в офисе посидел вышел с офиса машину вышел с машины опять дома нет я как бы утром вот выхожу из домой и вечером прихожу домой и целый день я на ногах целый день я хожу 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 у людей с менее там агрессивной ноской они выдержат по-любому больше а если вы еще будете за ними ухаживать то два года вы их стабильно проносите потому если у вас есть финансы вы не сильно в них скованы и хотите найти удобную качественную обувь созданную для экстремальной носки как бы рекомендую хайкс до сих пор несмотря на вот эти все дела если же вы там скованы в финансах и хотите купить обувь чтобы хотя бы послужило два года сто процентов в принципе рекомендую еще по выбирать подумать не думайте что если вы купите вот хайкс они там крутую рекламную кампанию запустили все вы будете их носить и это будет обувь тупо неубиваемая вот она все-таки как видно на видео она убивается на этом все всем спасибо за внимание подписывайтесь на этот канал здесь еще будет много всего интересного до новых встреч в эфире с вами был игорь на канале sound elimination пока